Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал Ваше общественное телевидение. В эфире программа «Честь имею» и я, ее ведущий, Алексей Краев. Всем нам известно крылатое выражение, что без истории у нас нет будущего. И в своих программах мы часто обращаемся к нашей истории, к нашей военной истории, к нашим замечательным, славным, боевым, ратным делам. И, как говорил великий полководец Александр Васильевич Суворов, война не закончится, пока не похоронен последний солдат. К великому сожалению, уже много лет прошло с поры Великой Отечественной войны, окончание, и до сих пор мы находим в земле останки солдат, которые погибли, защищая нашу Родину. Уже и нет той страны, которая дала нам победу Союза Советских Социалистических Республик. Все идет, история меняется, все республики бывшего Союза идут по своему пути. Плохо это или хорошо, что Союза нет, это уже, как говорится, решать не нам, но это есть факт, свершившийся факт, и никуда от этого уже не деться. Но мы продолжаем дружить с нашими коллегами из бывших Советских Республик. И не так давно, в августе месяце, мне удалось с моим другом, ветераном боевых действий в Афганистане, побывать в Каунасе на афганском фестивале. Там я познакомился с замечательными людьми, приняли нас-то очень хорошо, как говорится, гостеприимно и с большим удовольствием. Я, проявляя гостеприимность ответную, пригласил сегодня наших литовских, так сказать, гостей в телепрограмму двух очаровательных девушек. Кристина Шавырова, добрый день, Кристина, и Оксана Бекериени. Добрый день. Они недавно приехали к нам в Петербург, и я воспользовался, как говорится, их доброжелательностью, пригласил сюда на нашу программу. Ну, и неспроста пригласил, это вы поймете чуть позже, когда мы начнем вести наш сегодняшний диалог. Значит, Кристина, ну, начну с тебя. Мы там впервые познакомились на этом фестивале. Скажи, пожалуйста, что привело вас в наш город, Санкт-Петербург, вот в такой осенью глубокой, дождливой, ненастной? И бывали раньше вы, девчонки, у нас или нет, в Питере, или первый раз? Какие впечатления вообще? Ну, я лично не первый раз, а второй раз приезжаю в Санкт-Петербург. Для меня это своеобразный подарок судьбы. С Оксаной мы приехали вместе впервые. Вот о том мероприятии, которое здесь проходит. Это, я думаю, Оксана расскажет больше, так как она является непосредственно лидером молодежных движений, организаций. И ей эта тема близка и понятна. А так здесь проходит конференция. Конференция, на которой встречаются молодые люди с разных уголков, с разных стран, где они делятся своей общественной работой, как она проходит, с какими трудностями они сталкиваются, как эти трудности решают, ну и, конечно же, привозят сюда свои успехи. И самое главное, они встречаются с Санкт-Петербургом, с его историей, с славными людьми, с ее прекрасными памятниками, и все это неизгладимый след оставляет. Оксана, ну, поподробнее о проходящем мероприятии, коль переадресовали тебе этот вопрос. Нам выпала такая честь посетить семинар, организованный городом Санкт-Петербургом, комитетом по внешним связям с соотечественниками. И эта программа предусматривает ознакомление молодежных организаций с Санкт-Петербургом, также патриотическое воспитание, показать всю ценность Санкт-Петербурга как исторического города, а также поучаствовать в этой программе. Нам посчастливилось еще вследствие того, что наша организация в дальнейшем будущем собирается заниматься не только исторической деятельностью, но и работой с молодежью. Все понятно, спасибо. Кристина, мы первый раз встретились на афганском фестивале, о котором я упомянул в городе Каунасе, ну под Каунасом, точнее, если замечательная площадка в лесу, очень уютная, погода была теплая. Ну, как говорят Афганистан, ветераны, война, так же, как и Великое Отечественное, говорят, что у войны не женское лицо. Но тем не менее, вот что тебя, женщину, привело на этот фестиваль? Ну, наверное, я не буду углубляться и отвечать на этот вопрос. Скажу только одно, то, что эта тема, она не только мне близка, это моя личная тема, которая прошла и через мою судьбу, и через судьбу моих детей. Поэтому находиться даже рядом, видеть вот это боевое братство не на словах, а на деле, да просто находиться рядом с достойными мужчинами, это, я думаю, дорогого стоит, и любая женщина от этого не откажется, потому что если рядом с тобой настоящий воин, то тебе спокойно, надежно. И рождается надежда, что не все в жизни так тяжело и сложно, что все можно решить, когда рядом сильные люди. А ребята, прошедшие Афганистан и Чечню, это мужчины, у которых есть не только боевой опыт, но люди, которые осознали цену жизни. Я думаю, что это очень важно. Понятно. Тем более, что многие туда приезжали с семьями, с детьми, и дети видели, вот как радовались друг другу ветераны, которые много лет не видели. Тем более, что там были представители со многих республик, из России, из Белоруссии, из Латвии, из Литвы, естественно, коли это было на территории Литвы. И, по-моему, даже еще откуда-то приезжали. Ну, сейчас не будем вспоминать. А можно я добавлю? Потому что по продолжению этой темы, дело в том, что мы брали интервью, и брали интервью у афганца литовской национальности, который уже с трудом говорил на русском языке. Так он привез своих детей, и когда спросили, почему он это сделал, он ответил, чтобы показать им, как выглядит настоящая дружба. Хорошо. Ну, я не случайно, уважаемые телезрители, уже я вам говорил, пригласил этих двух очаровательных девушек в нашу телепрограмму. Дело в том, что Кристина и Оксана представляют здесь литовскую организацию военной истории «Забытые солдаты». Ну, Кристина, наверное, тебе вопрос, вот коротко, что представляет собой эта организация? Она находится в Вильнюсе в самом, да? Да. Штаб, будем так говорить, этой организации. Да, ее актив находится в городе Вильнюсе. И в актив группы вошли люди, которые три года назад также активно работали в поисковом движении. Но называлась эта организация «Вильнюсское военно-историческое объединение». Целью этого объединения непосредственно было поиск, нахождение и захоронение воинов. Так случилось, что помимо мужского составляющего пришли женщины. И, естественно, для них тоже должна была быть и соответствующая работа, и место. И когда работа уже выходила из поисковой, она плавно перешла в культурно-просветительскую, в информационную. И тогда вот это женское, ну, скажем, женские способности, они пришлись как нельзя кстати. Ну, куда же нам без вас? Да, да. Но жизнь показала, что, оказывается, проблемы можно решать не только какими-то силовыми усилиями, но еще и культурно, и просветительски. Дело в том, что в Литве есть серьезная проблема. За этих 20 лет подрастающее поколение начинает забывать Великую Отечественную войну. И это связано, может быть, с тем, что урезаны очень программы по истории, очень недостаточно материала. Ну, скажем так, что на это есть много обстоятельств и факторов, которые, несомненно, на все это влияют. И для нас очень важно рассказать именно о том, что мы делаем. Потому что найти солдата, найти его родственников, это, конечно, огромное дело, но это только полдела. Важно рассказать его судьбу, донести историю этого солдата людям, которым действительно это нужно знать. Ну, естественно, что дети и молодежь – это те самые наши, как сказать, последователи. Именно те, кому мы в дальнейшем передадим это наследие. И если сейчас этим не заниматься, то, конечно, и сам труд, он сойдет на нет. Понятно. Костина, а какую роль? У вас какие-то там иерархии, должности какие-то, наверное, в этой организации есть. Ты руководишь этой организацией? Нет, нет, ни в коей мере. Я, значит, отвечаю за связь с общественностью. Вот у нас Оксана юрист. А юрист, да, то есть юридическое сопровождение. Есть у нас президент, есть председатель, есть даже человек, который в дальнейшем будет отвечать за формирование и за работу музея. Это вот наша такая заветная мечта. Дело в том, что за три года работы уже и собраны находки, они реставрированы. И очень хочется ими делиться и показывать, чтобы они работали. Ну вот у меня есть предложение сейчас такой небольшой фотомузей показать нашим телезрителям. Девушки привезли с собой много фотографий по той деятельности организации, которую они ведут. И давайте мы сейчас их с вами посмотрим. Я не умер от полученных ран, не зарублен палашом набегу. Мне давно домой вернуться пора, только дом никак найти не могу. Я не помню на какую войну увели меня стрелять и колоть. Двести лет меня держали в плену, сгнил мундир, но не сгнила моя плоть. А теперь иду не знаю куда, все иначе, все другое совсем. Изменились с той войны города, и деревни уцелели не все. Ночью снятся мне привычные сны, как стучат по мостовой сапоги. Возвращаюсь я обратно с войны, я же без вести пропал, не погиб. Отказались меня в рай принимать, хоть и был я человек неплохой. Потому что на земле моя мать не поставила свеч за упокой. Все не верила, что пробил мой час, все ждала, что ворочусь я во двор. Все за страми я горела свеча, а вот, пожалуйста, здоров до сих пор. А в аду мне сатана говорит, без тебя, служивый, хватит гостей. Ты пойми, ты на войне не убит, вот бумага ты пропал без вестей. Я под Лейпцигом не взорван ядром, я под Плевной не убит на Павал. И на Харьковщине в сорок втором я не умер, я без вести пропал. Мне не надо ни чинов, ни наград, покажите мне деревню мою. Чтобы без вести пропавший солдат наконец-то воротился в семью. Я ж в пятнадцатом плевал на Ипре, я же выжил в сорок первом зимой, я же без вести пропал, не убит. Покажите мне дорогу домой. Ну, честно говоря, даже вот мурашки по коже, когда смотришь на эти кадры, давно этим занимаетесь? Или у каждого свой срок в этой деятельности, в поисковой работе? Наверное, у меня будет как бы больше лет, потому что начиналось это все три года назад. И вот как я упоминала, это была поисковая организация, Вильнюско-военно-историческое объединение. Но потом, на данный момент, оно переросло в Литовскую ассоциацию военной истории «Забытые солдаты». И связано это с тем, что недостаточно заниматься только поисковой работой. Даже недостаточно вести какую-то архивную работу. Я опять же повторюсь, перед собой мы ставим цель, чтобы донести до общественности о той проблеме, которая существует. И одновременно, даже присутствуя здесь сейчас с вами, нам хотелось бы сказать, что мы открыты для диалога. Мы хотели бы предоставить возможность гражданам всех стран и бывшего Советского Союза, и стран зарубежья обращаться в нашу организацию, потому что у нас есть источники, по которым мы можем пробить по базе данных, где захоронен солдат. И вот те фотографии, которые вы сейчас видели, на них есть уже не только дети, но и внуки, которые находят своих родных, приезжают к нам в Литву и имеют возможность впервые за 65 лет, за 70 лет поклониться праху своих родителей, своих братьев и дедов. А захоронение у вас там на территории Литвы происходит? Или есть случаи, когда вы останки находите, допустим, родственники и отправляете их куда-то, ну, на родину? Ну, мы, опять же, мы недавно только начали свою деятельность. Вот как бы таких событий у нас не происходило. Первые два захоронения, это 10 бойцов захоронены были, потом 21 боец. И вот сейчас ожидает процедура захоронения где-то в пределах 30 бойцов. Но точную цифру мы сейчас не сможем назвать, так как там были тяжелые условия, перемес, как называют поисковики. И сейчас эти останки находятся у криминалистов, и перед ними стоит задача определить количество бойцов, от чего они погибли и как они погибли. И, естественно, уже потом пойдет процедура захоронения. Но помимо всего, вы видели еще фотографии захоронений немецких солдат. Да, хотел тоже это спросить. Да, да. И там, конечно, счет уже превышает 120 человек. Но само захоронение проводит Германский союз, представители которых приезжают в нашу республику и проводят этот процесс захоронения. Но в основном, конечно, это архивная работа, это историческая работа. Лично у нас, вот задача перед нами стоит, это работа с молодежью. Потому что у нас есть практика проведения уроков памяти. И вот непосредственно совсем недавно Оксана, она новый член нашей организации, она проводила урок памяти. Сколько времени, Оксана, в этой организации состоишь? Ну, я не так долго, порядка, наверное, 9 месяцев. Все равно уже почти год. Но опыт проведения урока памяти у нее есть. Я думаю, что мне очень запомнилось, когда Оксана рассказала о том, как, какими словами теплыми поделился ветеран на уроке памяти. Что за теплые слова, если можно здесь повторить хотя бы вкратце? Дело в том, что до этой организации и сейчас еще я продолжаю свою работу в Литовской ассоциации жертвенцизма. В связи с этим мы часто работали с ветеранами. И проведение урока в памяти, оно еще связано с тем, чтобы показать сам ужас войны. И как страдает мирное население во время вот именно вот этих вот военных действий. И ветеран сказал одну самую такую важную вещь, что в войне нет победивших, в войне есть пострадавших. И самое страшное, это глаза тех детей, которые лишены детства. И он рассказал еще детям такую вещь, о которой мало кто говорит. Именно о послевоенном времени, как все приходилось восстанавливать. И какой вклад в войну внесли женщины и дети. И вот это настолько трогает сердце, что просто у каждого ребенка, который слушал это, пролетела вся история войны совсем с другой стороны, нежели ее показывают в телевизоре. А именно вот как это все пережито. И какие они счастливы на данный момент, что они живут в мирное время. Наверное, действительно, вот сейчас уже очень мало осталось тех ветеранов, кто действительно от начала до конца прошел эту всю войну. Что делать? Жизнь идет вперед, ее не остановишь, люди уходят потихоньку. И вот ваша работа, наверное, она как-то снова позволяет всколыхнуть вот эти воспоминания, когда смотришь на результаты этих раскопок, находишь этих солдат, находишь этих медальоны, патрончики или как на гильзы, в которых информация... Это смертный пенал. Пенал, да, пенал. Я неправильно выразился. Вот. Ну, вопрос вот еще такой. Кристина сказала, что, допустим, немецкий солдат приезжает, германские представители занимаются, а с российскими организациями поисковыми у вас есть какие-то контакты? Или пока еще за три года... Да, конечно. Конечно, есть и очень такие теплые и личные контакты, потому что вот точно такое же братство, как есть у афганцев, точно такое же братство есть и у поисковиков. И стоит людям однажды встретиться, они уже становятся близкими, родными и общаются между собой, как люди, которые друг друга, казалось бы, знают сто лет. И поэтому непосредственно такой тесный контакт, рабочий контакт, это, значит, организация «Наша Победа» Тульская, которая ежегодно проводит вахты памяти. С ними мы поддерживаем этот контакт, обмениваем все информации. У нас есть такие люди, которые, ну, скажем, асы не столько в поисковой работе, сколько в архивной работе. Это очень тяжелый труд. Не мало важных, да. Да, и надо иметь определенные навыки и опыт. Очень такие дружественные отношения сложились у нас с латвийскими поисковиками. Вот, очень много историй. И рассказать о каждой, вот то, что вы сегодня видели, все фотографии, за каждой фотографией судьба. Конечно. И о каждой судьбе можно было бы снимать художественный фильм и писать бы книгу. И рассказать вот буквально пару минут, а это невозможно, потому что, а может быть, даже и не нужно. Потому что, когда с этим сталкиваются люди, то в первую очередь происходит изменение их душевного состояния. Формируется какой-то новый взгляд на происходящее, на будущее, на прошлое, на настоящее. И вот то, что говорила Оксана сегодня, уроки памяти, они не столько исторические, хотя за основу мы берем исторические события, конкретный факт, чем он дорог, что это конкретная человеческая судьба, о которой рассказывают предметы, о которой рассказывают документы архивные, о которой рассказывают фотографии непосредственно родственники этого солдата. Но самое главное, что эти дети начинают понимать, что в жизни, оказывается, есть что-то очень важное и ценное. И стремиться к благополучию, может быть, нужно, но не так старательно, как это пропагандируется. Ясно. Ну, я могу только, наверное, от имени наших российских, питерских телезрителей взять на себя смелость и выразить вам вот в лице, в вашем лице вашей организации большую благодарность за тот труд, который вы делаете во имя, как сказать, ну, не знаю, будущего, во имя будущего, наверное, может, это высокая слишком фраза, но это так и есть, потому что действительно это история. Вы находите этих солдат, чьи-то родственники. Можно себе представить, когда вдруг какой-то человек вдруг узнает, что вот его дед или прадед там уже, наверное, уже поколение-то уже четвертый, третий идет, похоронен там-то, и он может спокойно поехать и поклониться могиле этого деда и прадеда. Многие ведь и не знают, где кто, без вести пропавших много людей. Война есть война, за всеми не уследишь. Вот поэтому вам огромное спасибо. Спасибо вам. Я также хочу выразить благодарность, что вы нашли время посетить нашу телестудию, рассказать, показать фотографии. Конечно, в рамках нашей программы «Ограниченной во времени» не все можно успеть рассказать, объяснить. Поэтому в двух словах ваши пожелания нашим питерским телезрителям. Вот, и мы будем прощаться. Ну, наверное, какие слова пожелать? Оставаться такими же открытыми, такими же гостеприимными, какие вы есть, неповторимыми. Это однозначно, что вы очень неповторимы и прекрасны во всех отношениях. Вам огромное спасибо за ту теплоту, за ту понимание и любовь, которую вы нас окружаете. Каждого, кто приезжает в ваш славный город. У нас в гостях были две очаровательные девушки из Литвы, из города Вильнюса. Кристина Шавырова и Оксана Пекериени. И я, ведущий программы «Честь имею» Алексей Краев, с вами прощаемся. До новых встреч. Всего доброго.